Наибольшему влиянию со стороны, в том числе и террористических организаций, подвержена молодежь. Понимая эту ситуацию, Тверское отделение Фонда мира выпустило брошюру, которая дает ответ на любой вопрос, связанный с этой темой. Подробности в сюжете далее. Серия встреч, посвященных антитеррористической направленности, продолжается в Твери. Недавно лекция проходила для студентов юридического факультета ТВГУ. А сейчас молодые люди из разных вузов собрались на территории библиотеки имени Горького. Где для них провели лекцию, как не поддаться преступному влиянию. Тверское отделение Фонда мира разработало специальную брошюру, где описано, как обезопасить себя от вовлечения в террористические организации и как действовать в подобных ситуациях. Мы часть этого тиража сегодня передаем Горьковской библиотеке, которая распорядится надлежащим образом. И у всех, кто будет иметь желание узнать о рисках и путях борьбы, появится возможность изучить вот эту уже не брошюру, а скорее книгу. Во время лекции студентам показали видеоролик о реальном влиянии экстремистских организаций на молодежь. Наибольшая степень воздействия происходит через интернет. Под видом религиозной организации, которая предлагает решить любые проблемы. Религиозные организации, которые склонны к экстремизму, они используют именно вот эти вот каналы, каналы информационные, для того, чтобы преподнести себя в лучшем свете. Попросту говоря, обмануть. Создать некую, знаете, красивую рекламную картинку. Прежде всего, любая религиозная организация, которая заявляет, что решит все ваши проблемы, уже нужно задуматься. Потому что, причем, мирские проблемы, проблемы этого мира. 3 сентября Россия отметила День солидарности в борьбе с терроризмом. В Горьковской библиотеке ежегодно организуют выставку к этой дате. На ней представлены статьи из журналов и книги. В этом году выставка называется «Беслан. Нельзя забыть». На выставке представлены статьи из журналов, посвященные тем событиям. Книги, которые рассказывают о том, что такое терроризм, какие лики у террора сегодня. Участники встречи пришли к выводу, что сотрудничество ведомств, общественных организаций и культурных центров дает ощутимый результат для Тверской области.